здравствуйте дорогие любители орхидеи сегодня хочу вам показать свои орхидеи которые у меня цветут на 17 февраля 2019 года начну я пожалуй со своего любимого цимбидиума хочу рассказать немного о нем это гибридный цимбидиум крупноцветковый родители его растут высокогорных тропических влажных лесах японии индии индокитая юго-восточной азии температура в которых колеблется от 10 до 30 градусов именно поэтому для цветения этого цимбидиума в конце лета и начале осени где это необходимо вплоть до ноября этим гибридом необходимо понижение ночной температуры до 10 12 градусов и значительная разница между дневными и ночными температурами только под действием таких перепадов начинает формироваться цветонос от цимбидиума конечно же я говорю про летнее время а зимой они у меня находится на плюсовой веранде где температура поднимается не выше 10 градусов а минимум где-то градуса 4 несмотря на всю красоту моего цимбидиума есть небольшая ложечка дегтя в бочке с медом это его запах сначала его не было а сейчас он пахнет не сильно но если принюхаться то представьте пожалуйста аромат грязных тряпок ну достаточно с него внимание перейдем к психопсису это психопсис морепоза гринвейли у меня с 14 года то есть уже ему скоро будет 5 лет и цветет он всего лишь второй раз у него очень длинный цветонос который развивался очень долго и он набирал много раз бутоны но их отсушивал я так понимаю сейчас что ему не хватало света и влажности после устранения этих недостатков вот как видите он прекрасно зацвел он огромный и он очень нравится он такой пестрый похож на какого-то кузнечика или богомола поливаю я его один-два раза в неделю летом почаще конечно когда жара поливаю я его после полного просыхания субстрата субстрат должен быть легким воздухопроницаемым я использую смесь коры сфагнума древесного угля и немного добавляю перлита для влагоемкости вот такой яркий кузнечик цветет у меня сейчас далее по списку фаленопсис попугай и попугаем его все зовут но он сейчас у меня цветет уже давно и немного выцвел раньше он был ярче далее формируя очередную дугу из уценочного фаленопсиса вот так он расцвел это был сюрприз первый раз расцвел марк аска центру миниатум а у его приобрела только лишь этим летом и он уже успел зацвести причем так на мой взгляд очень обильно конечно же кончик он отсушил немного бутончиков не распустилась но в целом он меня порадовал такой яркий миниатюрные вот посмотрите какие маленькие цветочки на фоне моей руки содержала я его при высокой влажности постоянно опрыскивала субстрат и с хорошей подсветкой растет он чистой архиате сверху немного сфагнума и полив один-два раза в неделю продолжает свести мой мутированный чармер которая мутировалась за перекорма удобрениями у поставщика такой он очень хорошенький мне все равно нравится это самозванка должна была быть фаленопсисом sweet candy должна была вот так красиво выглядеть я ждала вот такого цветения но я решила что растение ни в чем не виновата что его перепутали поставщики и она мне очень понравилось он имеет такие небольшие медиум цветочки далее первый раз зацвел у меня оценочный экземпляр анцидиума гибридного вот он вырастил у меня огромную бульбу выдал цветонос очень обильно зацвел вот такими вот миниатюрными цветочками запахом ванили не чисто ванили а смесь с чем-то не пойму с чем такой милый очень гибрид во время роста он очень любит попить поэтому поливал его практически без просушки ну и поэтому бутончики развились все до одного ни один не отсушил это продолжает свести мой дендро фаленопсис одним цветочком это долго цветущий фаленопсис цветет у меня уже два месяца и цветочки держится два месяца вот он нарастил там еще бутончики скоро наверно все-таки они завянут очень долго а это также два месяца продолжает свести у меня дендробиум родостиктум на экземиум вот он на вырастил новые росты там тоже скоро покажутся цветоносы а эти до сих пор держится почти что два месяца я поражаюсь на этот дендробиум на его долгое цветение а вот шиллериана фаленопсис хочу рассказать о нем поподробнее это природник родом с филиппинских островов этот фаленопсис шиллера является рекордсменом по количеству цветочков среди фаленопсисов самый большой рекорд был поставлен в 1875 году когда он процвел триста семью десятью восемью цветочками выговорила даже страшно представить такую красоту такое облако бабочек причем он великолепно пахнет такой парфюм у него цветочный парфюм вот именно бывают такие духи аромат очень слабый ненавязчивый нежный так же как его нежные на ощупь лепесточки но psy шиллера бывает разных оттенков от белого до темно-розового в основное для меня конечно его листья эти мраморные серебристые полоски настоящее украшение его еще хочу показать вам что у меня цветет постоянно бульбофилум бифлорум кто хочет себе приобрести какой-нибудь бульбофилум рекомендую его для новичков он очень легко цветет требует лишь повышенной влажности я все время его брызгаю каждое утро даже каждый вечер перед сном он очень быстро наращивает новые бульбы и цветет на этом хочу завершить обзор цветущих орхидей и показать еще прикольную миниатюру дендробиум этот миниатюрный дендробиум ламелад он попал ко мне прямиком из-за малайзии он был выращен в лесу в тропическом этой осенью его получила и вот смотрите уже раз чудесные два бутончика я увидела и очень удивилась потому что он процел из старой бульбы надеюсь я увижу как он цветет мне очень хочется это увидеть потому что я даже не помню когда я заказывала его как он цвел мне будет интересно него посмотреть такой малыш еще хочу показать кому интересно корзинку которая я купила на алиэкспрессе она сделана из натурального кокоса вот так вот муж просверлил дырочки мне она пришла то есть как кашпо и было водонепроницаема для орхидеи поэтому пришлось сделать три дырочки внизу приложив немало усилий а так вот прекрасная идея сами можно делать такие горшочки я уже даже купила себе кокос заказала на том же алиэкспрессе вот такую веревку джутовую натуральную конечно ее можно купить и в магазине но мне неохота ездить за ней поэтому проще заказать вот и хочу много сделать таких горшочков мне они очень симпатичные мне понравились может кому то тоже понравится такая идея сделают себе такие симпатичные горшочки ну а на этом все спасибо что смотрели и слушали меня всем пока